Ну и продолжим нашу передачу. Начнём. Виктор Михайлович, с вас начнём, хорошо? Виктор Коклюшкин. Буквально два слова, несколько каких-то штрихов его биографии. Родился он в 1945 году, закончил полиграфический техникум. Кем он только не работал. Он и слесарем работал, и полотёром. Он работал комендантом пенсионного отдела горвоенкомата. Правильно я это назвал, да? Ну, вышла в 1988 году первая и пока что единственная его книжка. Надо сказать, что книжка очень хорошая, я её уже рекламировал по нашему каналу. И что можно сказать? Он написал 4 программы для артиста, которую мы сейчас видели, для Ефима Шифрина. Что я ещё ничего не забыл? А, более 200 рассказов по «Доброму утру». И сейчас Виктор Михайлович показывает нам свою продукцию в исполнении Ефима Шифрина. Вчера в женскую консультацию ходил. Случай, ну, попал. Да нет, дождь, дождь, дождь сильный на телсад, спрятаться негде. Я вот когда сообразил, где я, поздно было. Не, ну, там ливень был такой ли на улице гордый, но мокрый, или в женской консультации. Сухой, ну, как спион. Ну, я, чтобы не выгнались, сел там в коридорчике, в углу. Смотрю в пол. Жду. Что я это дождался? Гражданка мне говорит, ваша очередь. Я так встала, что делать, не соображу. То ли бежать отсюда ко всем чертям, то ли еще подождать. И слышу, там женщины за моей спиной стали меня обсуждать. Ну, говорит, молодая еще, волнуется. Я так посмотрела на себя, костюм на мне, правда, такой джинсовый. И притетка такая, и интернационально-молодежная. Ну, думаю, сейчас зайду к врачу, объясню, в чем дело. И лишний сумму поднимать. Захожу. Врач сидит и пишет что-то. Фамилия, говорит. Я говорю, криворучка. Она говорит, имя, я говорю, Женя. Она говорит, садитесь, Женечка. Она говорит, я вижу. А сама пишет. У нас впервые? Да, я говорю, я впервые. Ну, доктор, видите ли, в чем дело. О, она меня перебивает в браке состоите. А сама пишет. Я говорю, да, третий год уже. Аборты были? Я испугался. Я говорю, нет, говорю, нет. Не было. Она говорит, это хорошо. Ну, молодец, Женечка. А сама пишет. Я говорю, да, доктор, видите ли, в чем дело. Я действительно, как криворучка, Женя. Я ведь это, не женщина. Она говорит, это странно. А сама пишет. Ни-ничего, говорю, трое раздевайтесь. Сейчас мы посмотрим. Ну, я думаю, сейчас... Сейчас. Что-то у меня посмотрит. Ну, разделся по пояс. Подхожу вплотную. Она так, не глядя, потрогала мою грудь. Да, говорю, Женечка, вам тут трудно будет ребенка кормить. А сама попишет. Да, я говорю, я его ложкой буду кормить. Она говорит, ну, вот видите, у вас и с нервами не все в порядке. А сама пишет. Ничего, говорит, я вам выпишу настоевого валерьяного корня. Будете принимать три раза в день. А как только ребенок начнет сувелиться, снова ко мне. Тут я заорала. Я говорю, да доктор, я ведь никогда не рожу. Все вы так вначале говорите. А сама выпишет. Ничего, говорит, попадете в декретный отпуск. Накопите силенок и родите. И тут она первый раз за все это время подняла на меня глаза. Лицо у нее стало, ну, белее халата. Говорит, вы кто? Я говорю, криворучка. Женя. Вы гангстер. Выдохнула она и рухнула в обморок. Аплодисменты Шифрину и аплодисменты Виктору Михайловичу Коклюшкину. И сейчас сразу же, сразу же, я думаю, начнутся вопросы. Давайте, кто хочет спросить. Вы хотите спросить, пожалуйста. У меня такой актуальный вопрос. Какое ваше любимое блюдо? Вот актуальный вопрос сегодня для вас. Судя по ему внешнему виду, я пью в основном кипяток. Вопросы какие есть? Виктор Михайлович, за прошедшую неделю, что вы увидели? Веселый или грустный для своих будущих рассказов? Грустного я увидел за прошедшую неделю несколько раз себя в зеркало. А веселого, что же, в нашей стране каждый день что-нибудь веселое происходит. Я даже не успеваю хохотать. Спасибо, Виктор. Я повторяю, хотел напомнить, 20 секунд на вопрос, одна минута на ответ. Пожалуйста. Виктор Михайлович, а вот когда, как вы себя чувствуете в каких-то ситуациях неприятных? Ну, в транспорте, там, в очереди, в магазине, когда неприятно? А я вот, у меня такое ощущение, что я как родился, я сразу в эту ситуацию попал. Я еще не знаю, какая ситуация бывает приятная. Мне сравнить не с чем. То есть, ты при рождении в очередь попал сразу, да? У меня такое ощущение, что я виноват в том, что я родился вообще. Спасибо, что ты родился. Виктор Михайлович, вы когда пишете свои приветственные рассказы, вы смеетесь? Смеешься ли ты над своими рассказами? Я перевожу. Да я понял, вопрос хороший. Я, наверное, смеюсь, когда слышу хорошее исполнение рассказов. Вот Ефим Шифрин, если... Вот рассказ, который он прочитал, это рассказ писался для праздника и записан он как раз на Новый год. Трудная ли у вас работа? Виктор Михайлович, трудная у вас работа юмориста? Детям отвечу честно, легкая. Но мало оплачиваю. Но мало оплачиваю, говорит Хайд. Вопросы какие к Виктору Михайловичу есть? Есть вопросы к Виктору Михайловичу? Так. Виктор Михайлович, скажите, пожалуйста, сменив столько профессий, как вы все-таки стали писателем-сатириком? Леон не все мои профессии назвал. Если бы он их назвал, то программа временем бы уже началась. Я работал и редактором отдела сатиры и юмора, и выпускающим. И много профессий сменил. Но я думаю, что вот судьба меня и бросала в эти профессии, чтобы потом было что рассказать. Спасибо. Виктор Михайлович, рассказываю, пишите очень смешные. Но где же вы все-таки продукты достаете? Продукты? Да так, у меня нет каких-то таких вот определенных точек, где я достаю. Сегодня пытался купить батон хлеба, но передо мной закрыли дверь и сказали, батон, батон, и так сыт будешь. Вы так тонко описали в своем рассказе посещение. Это случайно не личные впечатления? Да, в основном это личные, только они не связаны не с женской консультацией, а просто с нашей медициной. Она меня водила за нос так долго, что нос такой длинный остался. Виктор Михайлович, сегодня вы шли по улице, и навстречу вам идет две женщины. Первая с хозяйственной сумкой, а вторая без нее. Как вы думаете, какая из них лучшая хозяйка? Лучшая хозяйка в это время дома готовит мужа ужин. От молодого поколения. С каких лет вы начали писать свои рассказы? Я начал писать рассказы после армии. В армии я прошел длинный путь от рядового до старшинного рота, обнаглел до невозможности. И когда вернулся, было ощущение, что мне все позволено, и я все смогу. А так бы я никогда не решался. Есть вопросы? Сейчас, одну минуточку. А вот в семейном кругу вы шутите, и вообще ваши шутки понимают дома? Жена тебя понимает, да? Отчасти. Виктор Михайлович, кто ваш самый любимый сатирик? Это на засыпку, видя. Современный? Да. Я. Виктор Михайлович, расскажите, пожалуйста, как часто вы дарите своей жене цветы? На этот вопрос легко ответить. Мне часто дарят цветы на концертах, и я через полчаса отдаю их жене. Виктор Михайлович, спасибо за этот хороший ответ. У меня к вам просьба. Сделайте подарок еще один жене. Почитайте что-нибудь любимое ее. Сейчас? Ну, конечно, сейчас. А когда же еще? Я прочитаю небольшой монолог из спектакля «Фотографии на память». Спектакль отыграет Ефим Шифрин. Ну, в спектакле действуют люди не столько умные, сколько полоумные персонажи. Я впечатление произвожу как раз такого. Вам легко будет представить, что делается на сцене. Появляется персонаж и говорит, вот жизнь пошла. Терпеть надо, а терпения уж нет. У соседа даже кот с балкона выбросился. Говорят, его на границе с Финляндией видели. Орнитологи заметили, некоторые перелетные птицы не возвращаются. Я думаю, боятся, что оперение на границе отбирать будут. А гнезда разрешат бить только за валюту. Раньше все кричали, что они атеисты. А теперь, кого не спроси, все верят в Бога. А когда начинают креститься, три перстани колбу, а в рот норовят засунуть. И удивляются, что они пустые. Мне рассказывали, один американец пришел в ГУМ, говорит, сколько стоит фонтан. Ему говорят, не продается. Он говорит, только у вас же тут больше ничего нет. Ему говорят, дурак, наше главное богатство люди. За голову моего тестя немцы во время войны 5000 марок давали. Я сыну рассказал, он говорит, давай мы возьмем. Я говорю, теперь твой дедушка никому не нужен. За его голову даже почтовый марк не дадут. Иностранцы тоже нам советуют, а сами ничего не понимают. Один говорит, вы исторически опаздываете в развитии. Я говорю, зато радио изобрел наш соотечественник Попов. Он говорит, о, Гавриил Харитонович. Я говорю, Харитонович изобрел визитки. Которые остались нам на память с нашими наивными мордами. И вообще, если талоны на водку стали давать, давайте, чтобы опохмелиться. А то вечером выпьешь, а с утра начинаешь дни считать. Как Робин Зон Круза. До чего дошло. Мне рассказывали, один мужик хотел покончить жизнь самосожжением. Облил себя спиртом, а прохожие набежали и облезали. А потом говорят, давай еще повторим. Мужик говорит, если вы повторите, вы на закуску начнете друг друг кусать. А что в национальном вопросе? Украина отделилась. Киев, мать городов русских, теперь получается мать-одиночка. Зачем же обижать народы? У нас покойная царица немка была. Еще раз обидите, мы к Германии присоединимся. Прибалты отделились, потому что они не признают договор 39-го года. А мы не признаем революцию 17-го. Значит, все, что финны накопили за эти годы, надо разделить поровну. И не надо евреев ругать, Каганович за неделю до переворота помер. Ему как сказали, что переворот возглавит Янаев, он от смеха скончался. Что такое? Кто народ с мавзолея приветствовал, тот и оказывался виноват. Прям не трибуна мавзолея, а скамья подсудимых какая-то. Ну, а мать, товарищ, ни в коем случае нельзя. Ленин не виноват, что мы по ленинскому пути шли. Сам бы он давно свернул. Вот так, ржа ешь железо, ложь душу, молю одежду. А эти руководители мою жизнь сживали и не подавились. И меня еще некоторые упрекают, что я им приятного аппетита не пожелал. И вместо того, чтобы плакать, пока еще смеюсь. Спасибо вам, Виктор Михайлович. Поприветствовали, Виктор Михайлович, как мы можем. Спасибо, спасибо, Виктор Михайлович. Ну, а сейчас я хочу представить вам Александра Александровича Иванова. Хотя я понимаю, что особенно представлять его не надо. Вы его часто видели.